МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня у нас в гостях две замечательных студентки, как их называют на занятиях. Это Софья Ширяева и Варвара Гилёва. Привет, девчонки! Здравствуйте! Красотки! Красотки! Ну, я думаю, Влад, ты начнёшь и расскажешь нам о вашем модуле, что вы делаете, какие у вас занятия проходят. Нам интересны все подробности. Вот, спасибо вам большое, Анна, вообще вашему каналу и холдингу, за то, что нам дали такую возможность, как ты уже сказала, не столько здесь пропиарить себя, либо просто засветиться, а провести живой урок того, что они представляют из себя и чему обучаются. То есть они обучаются быть свободными на сцене, у микрофона, радио, теле, чтобы обрести ту свободу и лёгкость, которая должна быть у любого ведущего, потому что без этого нельзя, ты сама это понимаешь. Вот, самый лучший вариант, это, конечно, позаниматься со мной. Вот, и они и попали сюда. Но попали они, конечно, не случайно в этот модуль, который называется «Я ведущий», и он при компании «Рустика» состоит. Они попали туда благодаря тому, что, во-первых, девочки сами одарены от природы, во-вторых, ещё не испорчены тем большим прессом, который на ребят, на детей вообще давит, когда они попадают, ну, не туда, куда нужно. Это тот пластилин, который можно брать в руки и делать из него просто великолепных ведущих, как та, которая передо мной стоит здесь сейчас вот и сияет. Они также будут сиять, потому что тот результат, который мы за два месяца сделали, дико отличается от того первоначального момента, когда они пришли заниматься, и вот до сегодняшнего момента. То есть это сейчас достаточно свободные, достаточно лёгкие в плане своей работы ведущего или просто общение с людьми, кстати, это тоже очень важный момент, ребята, дети. Давайте тогда поговорим с твоими студентками, как мы уже их назвали. Соня, привет ещё раз. Здравствуйте. Как давно ты занимаешься у Влада? Ну, сначала я вела себя хорошо-хорошо, потом один раз меня взяли вот так, и вверх ногами я вот так читала, вверх ногами, и ещё 8 дней, и потом, когда я закончила занятия, меня отпустили, я вот так, ещё меня щекотили. Ладно, переведи. Что это значит? Поняла? Это наказание такое. А я объясняю поведение сначала Соньке. Дело в том, что я прививаю к ним такую вещь, как свобода в общении с людьми, перед камерой, перед микрофоном, и чтобы истереть все те моменты, которые, допустим, они же дети всё-таки, да? У взрослого бывают затупы, когда человек раз просто перед камерой или где-нибудь, вот ты просто посмотрел своими очаровательными глазами на меня, да, и я заткнулся, потому что я в ступор впал, не знаю, как говорить мне с красивой девушкой, да? А им я объяснял, что, чтобы таких моментов не было, говорите всё, что угодно, лишь бы что-то говорить, и включайте свою при этом фантазию, вдохновение, и... Можно говорить неправду. Вот так. Ну, она имеет в виду фантазию, фантазировать. Ну, это вообще главная составляющая творческого человека. Да, поэтому сейчас вот это был её первый выход перед камерой, первый ответ тебе. Видимо, настал тот момент, когда можно было... Пофантазировать. Да, поволноваться немножко. И она тут же включила тот самый момент, про который я говорил. Но она не обманывала, она сказала чистую правду про то, что её переворачивали, её щекотили, потому что как-то на занятии на неё напала смешинка, она очень много и долго смеялась, и не могла перейти к серьёзному материалу. Тогда я просто на ходу придумываю задание остальным... Чтобы девчонки меня щекотили. И песни рождаются, да? Чтобы смешинка вся из неё вышла, и они её щекотали до потери сознания. Но я продолжала. Но она продолжала. Молодец. А вот у Варвары какая-то шпаргалка. Варвара, что это у тебя? Это... Расскажи. Слова. Слова. Ну, в смысле слова? Что это такое? Да это текст! Текст. А что это за текст? Это стихотворение у тебя какое-то или что? Это детские новости. Детские новости? Так давайте проведём, может быть, детские новости. Слава, просто они для этого его и принесли. Ну, кто вообще? Этот текст, это новости прям скопированные, как это говорится, на Леме, например. Как настоящие. Как настоящие. Только придуманные в таком детском ключе, лично мной, конечно же. И, девчонки, и вот тут даже есть о валюте и информация, да. Да. О концы. О погоде. Вот, давайте тогда... О концы. Давайте начнём. Можно, да? Конечно. Мы это как раз и покажем. То есть, это всё тренировалось у нас. Всё. Вы сейчас дикторы телевидения. Студентки. Студентки. Не, вы сейчас не студентки. Вы сейчас дикторы телевидения. Начинаем читать новости, как мы всё это делали. Серьёзно передаёшь слово ей, ты передаёшь слово ей. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете обзор последних интересных событий в мире, крае и городе. Вот краткий анонс выпуска. Маша и Медведь разогнали всех в американском Диснейленде. В Приморском крае прошёл дождь из конфет. В Владивостоке открылась выставка продажи телефонов для домашних животных. А с подробностями вас познакомит моя коллега Мария Киллова. Как вы знаете, уже целый месяц полиция нашей стороны разыскивает Машу и её друга Медведя, которые убежали прямо со съёмок мультфильма. Говорили, что последний раз их видели в аэропорту. Там они покупали билет в Америку. Дело в том, что Маша решила показать Медведю Диснейленд. Когда они садились в самолёт, все пассажиры тут же разбежались. Потому что лететь с Медведем как-то непривычно. Даже лётчик убежал. Тогда Маша взяла управление самолётом на себя и удачно посадила его на территории Диснейленда. Они сразу пошли кататься на американских горках. И все тут же разбежались. И не потому, что испугались Медведя, а потому что Маша замучила всех вопросами. Скоро Маша и Медведь... Это урок нормальный, не волнуйся. Скоро Маша и Медведь вернутся и расскажут в нашей программе, как они провели выходные. Замечательно, девочки. Вы прям профессиональные ведущие. Можно хоть сегодня их на 8-й канал на новости? Вот. Всё, будете носить. Она уже готова дальше шпарить. Там много информации. Чуть-чуть прервёмся. Куда мы лист улетели? Ничего страшного, ничего. Так бывает. А про конфетный дождь вас познакомит моя коллега София. Процесс идёт. Давай не про конфетный дождь, давай сразу перейдём к погоде и к информации о валюте. Да. Окей? Давай. Меня интересует информация о валюте очень, особенно. Ну, ну. У кого что? Ну, ну. У меня погода. Включение выпуска информации о валюте. На сегодня наша коллапия Аленка равна пяти батончиками Ротфронт. Вот. Одна пачка птичьего молока равна двум банкам сгущенки. И о погоде скажи, если просто прочитала. Ай, погодой вас познакомит моя королева коллег. Ой, такие левые. А теперь о погоде. Во Владивостоке сегодня отличная погода. С утра в городе светит солнце. Днём будет светить солнце. Вечером ожидается солнце. А ночью будет радовать всех жителей и луна, и солнце. Пусть всегда будет солнце. Спасибо за внимание. Ну, здорово. Молодцы, девочки. Я вас поздравляю с дебютом на телевидении. Мы их готовы подготовили. А мы сейчас чуть попозже вас послушаем. Мне нужно спросить у вашего преподавателя, сколько усилий требуется для того, чтобы девочки научились даже элементарно читать с листа. Некоторым детям сложно. Они даже и наизусть это делают. Да, и они ещё совсем юные. Они некоторых слов не знают, они не знают, как они пишутся, и поэтому ты заметила, что они читали наизусть. В принципе, и это, и это умеют читать, но чтобы как бы поувереннее всё это делать, они выучили этот текст наизусть. Я знаю, что, например, когда занимаются с артистами, есть какие-то специальные упражнения, это целые группы даже упражнения, это тренинги. Вот какие проводите вы? Сейчас бацаем, прям на ходу. Так, приготовились. Короче, есть упражнение, развивающее интонирование. То есть, ты понимаешь прекрасно же сама, что когда ведущий или артист, или просто чтец, или просто человек, ведущий беседу с другим человеком, говорить, допустим, на одной ноте, много говорит, и думает, что он говорит правильно, красиво и доходчиво, но говорит на одной ноте. Монотонно. Слушать монотонно, слушать такого человека тяжело. Мы сделали одно упражнение, белокрылый мощный ту. Точно. На интонирование приготовились. Там снизу, вся задача снизу подняться наверху. Приготовились. Поехали. Белокрылый мощный ту набирает высоту. Он летит всё выше, выше, превратились в точки крыши. А теперь над облаками голубой простор над нами. Выше, выше мчится ту, покоряя высоту. Это, кстати, настоящее упражнение для артистов. Поздравляю вас, вы большие молодцы. Я так понимаю, что вы, наверное, и вокалом занимаетесь? Вокалом занимаются другие. Мы именно вокалом нет, но упражнение для того, чтобы звучать голосом, или, если уж говорить на профессиональном языке, с сценической речью, они занимаются, да, делают специальные упражнения. Вот это одно из них было. А ещё мы помычать умеем, да, мы мычим. Малиновая М, моё метро, метро Москвы, май, музыка, много молодых москвичек. Стоп. Мне очень нравится, как девочки действительно очень легко входят в предлагаемые обстоятельства. Вот это вот и была моей... Мне, вот честно говоря, с ними самому интересно заниматься. Я думаю, что взрослым, конечно, есть чему поучиться, правда? Это ведь очень полезная непосредственность. Когда человек, когда вырастаешь, это видно очень по тем, кто на фестивалях в подростковом возрасте выходит что-то читать, как уже всё там зажат в психофизический аппарат. Чтоб мы и не болтались, и чтоб не стояли вот так на одном месте. Совершенно верно. Как столбик. Это, кстати, очень большая проблема, потому что, когда даже профессионалы, самые большие, серьёзные, они доходят порой до автоматизма. И вот этого следует избегать, тем более в подготовке ребёнка к творческому пути в жизни. Насколько мне известно, даже в нашем институте искусств, когда есть вступительные экзамены, как правило, очень не приветствуются, чтобы дети занимались в каких-то театральных кружках, потому что портят зачастую ребят. И, как правило, не сохраняют... В чём заключается эта порча? В том, что не сохраняют ту самую непосредственность. Люди на автоматизме приходят, а глаза, как ты говоришь, пустые. Вот это самая большая проблема, конечно. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Где проходят занятия? Я так понимаю, что вы в душных кабинетах не засиживаетесь. Вот хороший вопрос, Аня. Мы хоть и имеем студию специальную, оборудованную, там можно и носиться, и кувыркаться, они всё это делают, вот для того, чтобы, как я говорил раньше, освободить... Если вы сказали «дисциплина и муштра», то мы сразу встаем в ряд. Они знают волшебное слово. Ты, кстати, можешь им сейчас пользоваться. Если тебе вдруг ты заметишь, что их куда-то понесло, ты говоришь «дисциплина и муштра». Отлично. Ну-ка, покажи мне как. «Дисциплина и муштра». «Дисциплина и муштра». Самый главный наш закон, правильно? Да. Вот. Ещё репетиция «любовь моя», да? Да. Вот. И, конечно же, чтобы не засиживаться в душной студии, где мы кувыркаемся, где мы стоим на голове. Вот то, что она как раз говорила в самом начале, когда её защекотали, потом я её за ноги поднял кверху, и она вот эти новости, которые они вам здесь читали, она кверх ногами вися в воздухе их и читала. Потому что сейчас хорошо, прекрасно знают их наизусть, и вот так вот свободно здесь делают. И одно из занятий мы провели в зоопарке. Это момент наблюдения, я так понимаю. Это был момент наблюдения. Это было для того, чтобы опять вот больше погрузить их, ну, не буду говорить в профессию, всё-таки у нас не театральный институт, но всё-таки приблизиться к этому, когда просишь их. Вот в самом начале я просил, ну-ка покажите мне, например, какое-нибудь животное, например, котёнка, да? Идёт момент изображения. Я говорю, от изображения мы уходим, наша задача превратиться в котёнка. И чтобы превратиться в этого котёнка, львёнка, лисёнка, совёнка, кого угодно, мы поехали в зоопарк наблюдать за животными, и мы проводили занятия прямо там. Есть у меня записи, я тебе обязательно передам. Обязательно. Да, вот, и они там... Вот можете сейчас Орланов показать? Да. Давайте, ну-ка, Орланов покажите. Ой, у Сони очень злой. У него, потому что он там и был у неё злой, за которым она наблюдала. А у Варвары задумчивый, да? Задумчивый. А задаченный, мне кажется, чем-то даже. А вы каких животных больше всего любите показывать? Варвара? Я люблю лисёнка. А почему? Ну, больше понравилось. Больше понравилось, понятно. А ты? А я люблю льва. О-о-о! Покажи, как Лев спит. Вот это рвануло. Как Лев спит, покажи. Как тебе, наверное, она любимая. Так она любит, потому что спит. Да! Потому что её зовут Соня вообще. А-а-а! Ну, всё ясно, конечно. Здесь очень важно отметить для наших телезрителей, я думаю, что воспитание воспитанием, занятие занятиями. Но, конечно, важно, чтобы у ребёнка всё-таки был этот природный дар. Обязательно. Вот эти девчонки были замечены как раз по этим показателям. Я их видел на фестивалях, на различных, и на том, который проводил «Грозета Владивосток» вместе с вами и с Радио Лемой, да? Вот. И там они выступали, там они читали, и сразу были замечены. Ну, и предложил позаниматься. То есть у нас не просто какая-то школа, которая занимается там зарабатыванием денег или чего там. Нет. Можно массу набрать народу, там человек 50, вот, и с ними и, ну, ради галочки чем-то там заниматься. Нет. Вот четыре человека занимаются, они все талантливые, они все крутые, они все чёткие, за ними интересно наблюдать. У них, как ты сказала, самому даже есть чему поучиться. Да, и хочется отметить, что действительно главная ваша задача – это раскрыть и сохранить талант детей. Я правильно понимаю? Точно. Ладно, что бы ты посоветовал ни в коем случае не делать родителям, да, у которых такие одарённые детки, как сегодня наши студентки в студии. Какие, например, может быть, упражнения или моментов следует избегать в воспитании всё-таки? Ну, наверное, да нет, не наверное, а точно надо проверять и после этого уже доверять тому человеку в качестве педагога, который работает с ними. Вот это я про тот момент, что на тех же самых творческих фестивалях, конкурсах, наблюдая за детьми и наблюдая за теми уже кто постарше их, ты видишь, что там уже всё, там уже можно в последний вагон заскочить и убрать это. Вот, потому что… Что они делают? Ну-ка, расскажите. Потому что на ней растут, по-моему. Что? А ты чего думаешь? Они растут. А, честно. Ну, я про то, что очень много лишнего. Допустим, обучение… Баловства. Ну, баловства нет. Баловство – это хорошо. Баловство – это хорошо, тогда глаза горят. Вот вчера мы, когда занимались, да, я прошу, говорю, где ваш огонь в глазах? Вы забудьте о том, что вы какие-то столбики о тех запретах, о тех каких-то сложностях, которые создают для вас цены. Вот видишь, они что-то создают. Вера и наивность. Вот потому что им разрешено, потому что им позволено все это делать. Вот, я на это не давлю. Главное, чтобы, когда они выходят на сцену, перед камерой, на радио, перед радиомикрофоном, чтобы они не впадали в такой ступор, и у них не появлялся пустой взгляд, который наблюдаешь на всех фестивалях, чтобы они были живыми пока что. А потом уже можно где-то потихонечку ограничивать, как, собственно говоря, и делается в профессиональных заведениях учебных, таких как Театральный институт. Первый курс идет на то, чтобы просто дать свободу полную, а потом уже будьте любезны. Вот здесь вот это можно делать, а выходить за рамки нельзя. Вот они уже животные. Это называется «Я в предлагаемых обстоятельствах». Дисциплина и муштра. Дисциплина и муштра. Работает. Работает. Не соврал. Я знаю, что у вас есть еще один сюрприз для наших телезрителей. Мы уже подходим к этому моменту, да? Я думаю, да. Вот как раз один твой вопрос логично вытекает из другого. Ты спросила, чему бы, что убрать, что оставлять них, и от каких оградить вещей тем же родителям. Вот когда мы начинали, допустим, стихотворение, я начинал слушать у них стихотворение, которое знало и это, и это, вот много было, я не буду вдаваться подробностей, чего мне хотелось убрать. Я убрал и добавили мы туда вот именно того, что называется «живое», блеск в глазах, свобода в этом и, естественно, историю. Потому что то же самое чтение стихотворения, это не декламирование, это не чтение какого-то рэпа там, да? Это рассказ истории в первую очередь. И вот они сейчас это сделают. А что такое рэп? Потом разберемся, что такое рэп. Понятно? Это такое музыкальное направление. Это когда много слов и... Мало сути. Мало сути, да. Вот. Ну что, готовы? С кого начнем? Ань, с кого хочешь? А давайте с Варварой. Да? Все, ты сидишь молчишь. Очень скромно и тихо. Ты, а расскажешь, вспоминаешь все, что мы делали в прошлый раз, вчера, да? Да. Вот. Все это вносишь в эту историю. И давай. Только здесь ползать уже не надо. Можешь по столу немного распластаться. Поехали. Если мама в магазине вам купила только мячик и не хочет остальное, все, что видит, покупать... Убирай вот это вот рэп, чтение, да? Вот просто мы только вчера поперла то, что было до этого. Расскажи, пожалуйста, историю. Понятно? Угу. Ты поняла, о чем я говорю? Давай. По новой. Вот эти вот мячик... Угу. Логическое ударение в определенных местах. А лишнее убираем. Готова? Угу. Угу. Пятки вместе. Угу. Угу. Руки в стороны расставьте. Открывайте рот пошире и кричите букву «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!» И когда, роняя сумки, с воплем «Граждане, тревога!» Покупатели помчатся с продавцами во главе. К вам директор магазина подползет и скажет маме «Заберите все бесплатно, пусть он только замолчит!» Замечательный вредный совет. Мы вчера просто разговаривали о том, что расскажи это, как будто ты делаешь в магазине бомбу. Это была такая детская история вредного совета. А сейчас Соня нас немножко попугает. Александр Сергеевич Пушкин. Сама представь, как называется все это. Александр Сергеевич Пушкин. Вурдолаг. Совершенно верно. Задача такая, немножко напугать, но и поюморить тоже, потому что Пушкин постарался, он все это туда внес. Молчи, дисциплина муштра. Поехали. Трусоват был Ваня бедный. Раз он позднюю порой, весь потух от страха бледный, через клобища шел домой. Бедный Ваня еле дышит. Задача, не сильный, съест у пыль меня совсем. Если сам земли могильна, я с молитвой не съем. Что же, вместо бурдолака. Вы представьте Ване злой. В темноте пред ним собака. На могилах гложет кость. Замечательно. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Спасибо вам большое за этот урок. Вам понравилось, девчонки? Да. Но я думаю, что вы будущие телезвезды, и может быть не только телезвезды, а также и радиоведущие. Я знаю, что у вас был радиоэфир на радио Лемма. Да, совершенно верно. И там они уже отличились, тоже провели, и всем понравилось им в первую очередь. Спасибо вам большое, Влад. Тебе тоже отдельное спасибо за таких талантливых студенток. Приходите к нам еще. Спасибо, Ань, вам огромное за то, что нам эту площадку представили для обучения. Что ж, вам развития, успехов и побольше талантливых студентов. Спасибо большое. Счастливо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Набережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова